Пламя-гаситель Дульный тормоз-компенсатор существенно снижает подброс ствола и отдачу при выстреле, тем самым повышая точность. Большая часть ассортимента дульных устройств занимает ДТК, то есть дульный тормоз-компенсатор. ДТК используется как на белкоствольном оружии, так и на нарезном. Среди таких белкоствольных карабинов, как Вепа или Сайга, наиболее популярным является ДТК и Винар. Также существует большое количество ДТК для других моделей белкоствольного оружия, как, например, ДТК от компании Дейклтек для Леной-155. Длинную долю из всего ассортимента составляет ДТК для различных видов нарезного оружия. В зависимости от типа и калибра оружия, они могут отличаться посадочной резьбой и диаметром дульного отверстия. Основные две оружейные платформы, на которые изготавливается ДТК, это АК-серия и АР-15. ДТК для АР-15 имеет единый стандарт резьбы, 1,2 на 28 дюймов и диаметр отверстия под 5,66 мм. ДТК для АК-серии разделяется на два типа. Это ДТК для АК-47 с резьбой 14х1 шаг левая и диаметром под 7,62 мм. И для АК-74, 100-й серии, а также для всех карабинов Сайга. Здесь будет 24х1,5 шаг правая. Диаметр отверстия бывает разный, либо 5,56, либо 7,62, либо 5,45. Большинство дульных устройств изготовлены из стали, но также бывают и редкие модели, изготовленные, например, из титанового сплава. Каждая ДТК имеет уникальную геометрию, разработанную специально для определенного вида оружия. Дульный пламегаситель-маскиратор в большей степени гасит пламя выстрела, а также частично снижает звук, создавая маскирующий эффект. Среди всего ассоциментов дульных устройств следует выделить отдельный тип, а именно ДПФ, то есть дульный пламегаситель-маскиратор. Они используются для нарезанного оружия и предназначены для уменьшения пламени выстрела и также снижения звука. Получить более детальную информацию по конкретным моделям дульных устройств вы сможете в нашем магазине. Желаем вам правильного выбора и громких побед! Субтитры создавал DimaTorzok